Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По официальным данным в школе погибли семеро детей и двое взрослых. Около 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Члены правительства Карачаева-Черкесии, депутат народного собрания, работники мэрии города, представители различных общественных организаций и горожане возложили цветы в память о погибших в Казани. Сейчас 19-летний преступник заключен под стражей. Сегодня и вчера мы на протяжении этих двух дней скорбим вместе с жителями Казани, разделяем их боль утраты. Это невосполнимая потеря для педагогической общественности Казани. Учебная огромная потеря. Школьники ни в чем не повинны. Дети пострадали. Это трагедия для всех, для нас. Мы делаем соответствующие выводы. Царство небесное всем тем, кто пострадал от рук террористов. Глава Карачаева-Черкесской республики уже дал поручение руководителям образовательных организаций, главам муниципальных образовательных организаций усилить меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях. Это касается и дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций профессионального обучения, высшего профессионального образования. Будут пересмотрены все меры и мероприятия. Они будут направлены на усиление мер защиты антитеррористической защищенности всех объектов. Чтобы имя героя жило вечно в памяти народной, в Урджи-Гуте состоялось торжественное мероприятие по случаю присвоения имени героя Советского Союза гвардии полковника Харуна Умаровича Богатырева, строящемуся в микрорайоне Горный парку. Ахмат Халкевич подробнее. Строительство нового парка стало поистине долгожданным событием для жителей микрорайона Горный города Урджи-Гута. Данная досуговая зона пока еще первая и единственная в этом районе. Ну а имя героя Советского Союза гвардии полковника Харуна Умаровича Богатырева было решено присвоить парку по просьбе жителей города и по содействию Общероссийского народного фронта. Теперь новая досуговая зона, помимо приятного времяпрепровождения гаражам, стала мемориалом нашему достойнейшему земляку и будет нести воспитательно-образовательную функцию, задавая правильные ориентиры новым поколениям нашей молодежи, отмечает заместитель главы администрации города Ужджи-Гута Шакман Суюнчев. В данном микрорайоне не было места, где отдохнуть с детьми, в основном дети, матеря. Сейчас, в данное время, данный парк очень-очень к месту, все жители очень рады и приветствуют, что проводится такая работа именно во благо населения. Люди, которые приближали Великую Победу, безоговорочно заслужили память своих благодарных соотечественников, выразил уверенность эксперт ОНФ из самом Чуев. Харун Умарович Богатырев был заместителем командира танковой бригады 6-го корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта. За свои порой невероятные подвиги, по ним на Золотой Звезды Героя, был награжден Орденом Ленина, Тремя Орденами Красного Знамени и Орденами Александра Невского Отечественной войны Красной Звезды, а также многочисленными медалями. И хотелось бы выразить слово благодарности от имени Народного фронта, властям города Усть-Жигуты, за то, что они нас поддержали и дали имя парку Героя Советского Союза Харуна Богатырева. Это прекрасное место, где можно отдыхать молодежи, пожилым людям и детям. Новая досуговая зона рассчитана для отдыха семей с детьми, где каждый найдет для себя место для приятного времяпрепроводения после тяжелого рабочего или же загруженного учебного дня. Мне понравился очень сильный парк. А чем понравился? Тем, что он очень красивый. Я буду сюда приходить в свободное время. С кем? С братом и своей племянницей. А чем будете здесь заниматься? Я буду кататься на роликах, а я буду кататься с племянницей и буду кататься. Замечательное вот такое место. Давно нужно было нам, конечно, вот иметь такой парк. Привите, прежде всего, патриотических чувств нашего молодого поколения. Да, конечно же. Каждый раз они будут заходить. Вывеска есть. Они будут знать, помнить о том, что, оказывается, был у нас земляк, которому присвоили имя Героя Советского Союза. На сегодняшний день готовность парка составляет свыше 90%. Официальное открытие новой досуговой зоны планируется в самое ближайшее время. Ахмад Халкечев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. А в ауле Кызыл-Кала открыли памятник ветеранам Великой Отечественной. Выходцам этого населенного пункта Алла Качиева побывала на открытии. Выходцы маленького горного аула внесли свой вклад в большую победу. Около 500 жителей Кызыл-Калы ушли на фронт с первых дней войны. Их имена увековечены на этом памятнике, который будет украшением аула и достойной памятью солдат, вставших как один на защиту Родины. В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Узжигутинского района, силовых структур республики, представители общественных организаций, а также жители Карачаева-Черкесии. Инициатива возведения памятника землякам принадлежит самим Кызыл-Калинцам. Активное участие они приняли также и в его строительстве. Идею поддержала и районная администрация. Практически каждая семья, каждый человек здесь увидит своего отца, своего дедушку, своего прадедушку. И глядя на эти фамилии, имена, каждый из нас должен быть готов к тому, чтобы то, что они прошли, у нас больше, чтобы этого не повторилось. А для этого мы всегда должны помнить о своих предках, которые нас сегодня защитили, и сегодня мы живем в такой хорошей обстановке. Старейшина Ула Кызыл-Кала, педагог с большим опытом Ильяс Мамчуев, подчеркнул важность данного мероприятия. Он отметил, что молодежь должна знать именно патриотов и о том, какой ценой досталась в стране победа. Чтобы эти выстрелы звучали только на подобных мероприятиях, пожелали подрастающему поколению. Ведь открытие памятника – это не просто дань памяти погибшим, а еще и урок мужества и славы. На митинг школьники пришли с портретами своих героев. В списке и имя Шамге Почаевича Айбазова. Сегодня почтить память ветерана Великой Отечественной прибыла его многочисленная семья. На этом памятнике сегодня у меня отец, дядя Борис Пепочаевич и еще один дядя Чик Почаевич. Вот, они сражались за такую хорошую жизнь. Они нам дали такую жизнь. Но мы всегда просили, чтобы он рассказывал про войну. Он не стал нам рассказывать. Он боялся, что нам больно будет. Он всегда говорил, чтобы больше войны такой не было. Одного только просил. Я вот тоже прошу Аллаха, чтобы такой прекрасный день, день, рамазан. Я хочу, чтобы никто, никто, никто на свете, никто не видел войну больше. Из 500 козелкалинцев, ушедших на войну, живыми на родину вернулись 80. У нас нет права забыть мужество и стойкость, отвагу и патриотизм наших земляков, наших героев, отмечают аульчане. А этот памятник будет служить символом их бессмертия. Алла Качиева, Ислам Урумов, Вести Карачева, Черкесия, Аул Козелкала, Узжигутинский район. Франция вспоминает героя Второй мировой войны. И сейчас предлагаем вашему вниманию репортаж, сделанный нашими московскими коллегами о дочери черкесского народа, бригадном генерале Франции Эльмисхан Хахундоковой. Это длинная и пронзительная история о том, как хрупкая горянка дослужилась до высоких армейских чинов на чужбине. Это, пожалуй, самая удивительная из героиня, о которых мы когда-либо рассказывали. Лейла Хагундокова, или, как ее еще называли, графиня де Луар. Маленькое черное платье, идеальный макияж, бусы из жемчуга. Таких бригадных генералов во Франции Эльмисхан не видели еще никогда. Фильмы о том, как эта хрупкая женщина 72 года назад спасла тысячи жизней европейских солдат, в канун Дня памяти французские каналы транслируют один за другим. Февраль 44-го. Франция 4 года как оккупирована фашистами. Чтобы открыть дорогу на Париж французскому экспедиционному корпусу с союзниками, британской и американской армией нужно срочно прорвать линию немецких укреплений в горах под Римом. У гитлеровцев перевес, плюс они заняли почти все высоты. Атаковать без поддержки значит потерять всех. Как только информация доходит до Хагундоковой, она в этот момент командует хирургическим отделением, не колеблясь, отдает все накопления, нанимает дополнительные скорые для передвижного хирургического госпиталя и на фронт. Ночью она отдает приказ о форсировании реки, и ее госпиталь в кромешной тьме пересекает реку. В итоге она оказывается на стороне фашистов даже раньше, чем наши войска. Представьте, всего в двухстах метрах от них. Она понимала, что это необходимо, потому что утром наши военные пойдут тем же путем, и нужно будет перевязывать ребят прямо там, иначе они потеряют много крови. Французское командование было в бешенстве. Ей говорили, что ты не имеешь права, ты не военная. Она сказала, вот потому что я не военная, я вам не подчиняюсь. Круглые сутки на ногах спасали раненых. На черном рынке умудрялись доставать даже пенициллин. Как пушки и минометы стреляли прямо через их палатки, Кристина Бакель помнит до сих пор. К нам привозили солдат с обморожением. Была зима, снег по колено. Мы отогревали их, оперировали, реанимировали. Все это было возможно только благодаря мадам Хагундоковой, потому что она нашла все это оборудование и не сводила с нас глаз. Посмотреть на мобильные госпитали Хагундоковой, о которых тогда говорили все, прибыл лично генерал Шарль Деголь. Такая дама никогда не видел. Приехал и сказал, железная дама. Она что-то знала делать. И стрелять, и писать, и... И гранаты? И гранаты у нее было. Самошенщая дама. Она уехала из России после революции 1917 года. Ее отец Константин Хагундоков, по некоторым данным крестник российского императора, командовал второй бригадой знаменитой дикой дивизии на Кавказе. В Петербурге Эльмисхан успела отучиться в Смольном институте благородных девиц. Во время Первой мировой войны работала с сестрой милосердия в госпитале. В Париже они с семьей оказались в 1922 году. Красавица работала моделью у Шанель. Блестящая карьера, но как только в 1939 начали стрелять, сорвалась, не думая. Ее было не остановить. Это она спасала бойцов Северной Африки. Ее госпиталь работал в Алжире. Это Хагундокова помогала освобождать Италию. При этом она оставалась абсолютно русской в характере, в кусах. Нам, французам, не так часто выпадает возможность приукрасить свою историю. Благодаря Эльмисхан Хагундоковой это удалось. Эльмисхан исполняется в 87 и ей ставят диагноз лейкоз. Врачи предсказали время смерти с точностью до часов, но ее было не сломить. Она надела новое платье, сделала прическу, макияж и села ждать. В последний путь ее провожали здесь, в самом центре Парижа, в соборе инвалидов под звуки оркестра иностранного легиона. Это был первый случай, когда женщину хоронили по маршалскому разряду. Как потом напишут парижские газеты, таким образом Франция благодарила за Эльмисхан, ее родную Кабардино-Балкарию и всю Россию. Сегодня очень важно помнить эти уроки истории. Наши две нации были созданы для того, чтобы сотрудничать друг с другом. Поэтому мы должны, наше правительство должно преодолеть этот политический кризис и начать работать с Россией. Нас к этому подталкивает элементарная география. Мы должны перестать бояться признавать, что не будь России во Вторую и Первую мировые войны, возможно, сегодня не было бы и Франции. И несмотря на то, что большинству с телеэкранов здесь внушают обратное, о подвиге Эльмисхан с каждым днем узнает все больше французов. Продажи биографии Хугундоковой в эти дни бьют рекорды. Антон Лядов, Дмитрий Вишкевич, Ирина Кудесова и Павел Алексеев. Вести. Франция. Ну, а сейчас реклама, а после мы продолжим. Миш, ну чем тебе так нравится Ситилин? Отличный магазин бытовой техники и электроники. Широкий ассортимент. Можно оформить доставку или забрать самому из пункта, выдать. Низкие цены, прямые поставки от производителя. Миш, может, хватит уже. А еще у них сайт удобный. Вау! Только 7 дней, 1000 товаров по рублю и супер цены на все. В новом магазине Ситилинг в Черкесске. Ждем вас! Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас. Ты таблетки купила? Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно. Карта лояльности сети Аптек Апрель – это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радость бывает разной, но повод для нее один. Скидки до 80% в 585 золотой. 585 золотой. Дарите эмоции. Ярмарка кожаной белорусской обуви «Марко». 16 и 17 мая с 9 до 19 часов. Женская и мужская коллекции. Большой выбор верхней одежды. Город Черкесск. Улица Горького, 8. Центр развития предпринимательства. В Карачаевском районе начаты работы по прокладке водопровода. Реализация данного проекта позволит обеспечить порядка 30 тысяч людей качественной питьевой водой. Завершить строительство водопровода планируют к концу 2022 года. В рамках проекта предусмотрено строительство водозабора, площадки и самотечного водопровода. Аслан Гирюгов подробнее. Во исполнении указа президента России по поручению главы республики разработан региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Он реализуется с 2019 года и с его помощью проблема водоснабжения решается во многих районах Карачаева-Черкесии. Сейчас работы ведутся в Карачаевском районе. За время строительства планируется обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением население 11 населенных пунктов Карачаевского и Юж-Жигутинского районов. По поручению главы республики и во исполнение указов президента 204-го от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах по развитию Российской Федерации разработан и утвержден региональный проект «Чистая вода». Строительство данного объекта, Карачаевского группового водопровода, позволит обеспечить порядка 30 тысяч населения Карачаевского и Юж-Жигутинского районов качественным бесперебойным водоснабжением. Это в 11 населенных пунктах. Проектом предусматривается строительство самотечных водоводов общей протяженностью около 26 километров для подачи воды в ряд населенных пунктов, площадка очистных сооружений, здание для обеззараживания воды и два резервуара по 1000 кубических метров. На сегодняшний день положено нашими подрядчиками более 1600 метров трубы 450-й. Сейчас вот ведутся тут работы. В этом году мы должны положить совместно с подрядчиком 26 километров и начать работы по резервуарам и очистным сооружениям. Здесь будет комплекс стоять очистных сооружений, которые будут доводить питьевую воду до ГОСТа и отправлять ее на потребителя. Реализация данного проекта очень радует жителей Карачаевского района, ведь во многих населенных пунктах в летнее время вода шла с перебоями, а после дождей зачастую была грязной. В водоснабжении у нас в ауле проблема всегда была, что летом не хватало воды и грязная вода после дождей. И вот с программой «Чистая вода» мы думаем, что и воды будет достаточно, и она уже будет очищаться. И люди уже будут рады этому, если чистая вода будет идти. У нас есть проблемы с водой, так как вода грязная. После строительства чистых сооружений мы надеемся, что в ауле у нас будет чистая вода. Окончание строительства Карачаевского сельского водопровода планируется на 2023 год. Аслан Гирюков, Руслан Харченко, Вести Карачаево, Черкесия, Карачаевский район. Сегодня день памяти жертв СПИДа. Вирус ВИЧ смертельно опасен для человека. Он приводит к синдрому приобретенного иммунного дефицита. Недуг вызывают тяжелые поражения ряда систем. От них страдают защитные механизмы. Они не могут противостоять микроорганизмам и росту опухолей. Зараженные люди не способны бороться с болезнями, которые легко преодолевают здоровые. Чтобы обратить внимание социума на проблему, повысить осведомленность, почтить память жертвы и поддержать стражистующих, создан международный праздник. Ворвавшись непрошенным гостем в нашу жизнь, он разбудил те хронические болезни, которые многие годы могли не проявляться. Новый вирус COVID-19 многим указал на то, что слабым местом в их организме является поджелудочная железа, навсегда зафиксировав диагноз сахарный диабет. Но вирус сегодня живет рядом с нами. Как не стать пациентом эндокринологического диспансера Александр Коваленко рассказал врач-эндокринолог. Поджелудочная железа, которая является главным источником ферментов для переваривания жиров, белков и углеводов, новый вирус восприняла в штыки. Поэтому число больных с сахарным диабетом за последний год увеличилось, рассказывает нам врач-эндокринолог Лилия Ламкова. Причина – преддиабет, который коварно протекает бессимптомно порой даже десятилетиями. Когда первый клинический симптом диабета появляется, это сухость во рту, жажда, прибавка, снижение веса, вот тогда люди начинают обращаться. А преддиабет, конечно, бессимптомно протекает. Гормональная терапия пациентов с явным диагнозом ковид и скрытым преддиабет, которые проходили лечение в ковид-госпитале, значительно пошатнула показатели сахара в крови. У многих они так и не пришли в норму. Прописавшись навсегда в амбулаторной карте, как хроническое заболевание – сахарный диабет. После вот этого тяжелого, изнуряющего заболевания у них выскакивают высокие сахара, диабет появляется, но уже как бы следствие того, что какой образ жизни он ввел, привел к ковид, конечно, дал быстрее развитие заболевания. Сахарный диабет намного больше стал. Если у него не было предрасположенности к диабету, восстанавливаются сахара. Пациенты с сахарным диабетом осознанно идут на вакцинацию во избежание заражения вируса. Сдав кровь на антитела, некоторые ликуют. У них уже присутствует иммуноглобулина G, что говорит о перенесенном, бессимптомном течении ковида. Изоляция – это один из самых важных этапов самоизоляции. Пока не было специфической профилактики коронавирусной инфекции. Сейчас у нас появилась профилактика, вакцинация, прививки от коронавирусной инфекции. У нас присутствует аж две в нашей стране. И стало легче, потому что наш эндокринологический научный центр, который курирует нашу эндокринологию, нам прислал такое письмо оповещающее, что вся эндокринная патология должна быть привита. Потому что реально тяжело. За этот год мы увидели течение заболеваний у больных с диабетом, с ожирением. Было намного тяжелее, протекало заболевание, чем у людей без эндокринной патологии. Также эндокринологи призывают всех жителей нашей республики вовремя проходить диспансеризацию согласно возрасту, что позволит выявлять различную патологию на ранних стадиях. И, как говорится, легче болезнь предупредить, чем лечить. Учитывая, что ковид не отступил, число вновь выявленных больных в день составляет около 12 человек, не стоит пренебрегать мерами личной гигиены и все еще нужно как можно меньше посещать места массового скопления людей. Александр Коваленко, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. 13 мая исполнилось 30 лет с начала вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Ровно три десятилетия назад телезрители России впервые увидели выпуск информационной программы Вести. С юбилеем большой коллектив ВГТРК поздравил глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов. За три десятка лет ВГТРК стала крупнейшим российским медиахолдингом и одним из лидеров информационного вещания далеко за пределами страны. Искренне поздравляю весь многотысячный коллектив холдингов ВГТРК, все региональные подразделения, включая команду ГТРК Карачаева-Черкесия с праздником. Желаю с каждым годом только набирать обороты, расширять зону вещания и по-прежнему оставаться флагманом информационного вещания. По такому прекрасному поводу руководство канала «Россия-1» организовало большую видеоконференцию, которая связала все регионы нашей страны. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Ровно 30 лет назад телезрители впервые увидели выпуск информационной программы Вести. С этого времени началось вещание ВГТРК. Теперь это крупнейший медиахолдинг. Корреспондентские пункты разбросаны по всему миру. На видеоконференции собрались все те, кто был когда-либо причастен к каналу. И все те, кто продолжает трудиться во благо Вести и сегодня. В теплой праздничной атмосфере коллеги поздравляли друг друга и говорили об огромной значимости телеканала «Россия-1». Выступающие говорили, что ВГТРК – это единый организм, работающий во благо своей страны. Я хочу поблагодарить всех вас. Я хочу поблагодарить наших ветеранов прежде всего. Всех, кто начинал Вести. И в этот день я хочу обязательно вспомнить. И Олега Максимовича Попцова, и Анатолия Григорьевича Лысенко, и Эдуард Михайловича Сагалаева, и Николая Карловича Сванидзе, и Михаила Ефимовича Швыдкова. И всех, всех, всех. Мы посмотрели, у нас, в общем, довольно много людей, которые работают в нашей компании все эти 30 лет с первого дня. Общий объем контента всех ресурсов превышает 160 тысяч часов в год. Старожилы канала и все те, кто трудятся сегодня, говорили, что учились всему и набирались опыта в режиме прямого эфира, показывая и проживая вместе со зрителем самые важные события в жизни страны и всего мира. Самые крепкие, самые быстрые и самые оперативные. Мы, конечно, должны быть с вами счастливы, что наша компания возглавляет один, да какой один из, конечно, самый, самый опытный и самый мудрый телеменеджер на просторах бывшего Советского Союза. Наша жизнь и наша работа в компании очень, очень сплоченная, интересная, и много людей, которые работают здесь уже очень-очень долго. Это говорит о том, что это жизнь. За три десятилетия школа вестей выучила сотни и даже тысячи профессионалов. Это ведущие, корреспонденты, режиссеры, операторы. Журналисты вестей работают в самых горячих точках планеты. Кроме того, вещание ведется на 53 национальных языках, чего нет ни в одной стране мира. Сейчас программа «Вести» выходит в эфир несколько раз в день и длится от 20 до 80 минут. Юбиляры принимают поздравления от своих коллег в этот день и в планах увести идти только вперед, постигая новые высоты. Альбина Курочинова-Кенжева, Рашид Токов, Фести, Карачаево, Черкесия. На этой неделе завершился священный для всех мусульман месяц Рамазан. С праздником Роза-Байрам жителей Карачаева-Черкесии поздравил глава республики Рашид Семрезов. Этот добрый праздник олицетворяет собой главные ценности ислама – миролюбие, милосердие, духовное очищение, совершение добрых дел, уважение к человеку. Уверен, к празднику Роза-Байрам мусульмане пришли духовно обогащенными, укрепившись в своем намерении жить согласно мусульманским и общечеловеческим духовно-нравственным принципам. Дорогие земляки, пусть праздник Роза-Байрам принесет в каждый дом тепло и радость, согласие и благосостояние о нашей прекрасной Карачаево-Черкесии и нашему общему дому России – мира и благополучия, стабильности и процветания. Свои поздравления жителям адресует и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтий Карачаева-Черкесии Смаил Хаджи Бердзиев. Уважаемые друзья, поздравляю всех вас с завершением священного месяца Рамазан. Всевышний Аллаху Таала дал этот месяц как благодеяние. И поэтому месяц этот завершился. Дай Аллах, чтобы все наши благие деяния, все наши посты приняли Всевышним. Все те дуа, которые мы делали каждый день, прося о том, чтобы был мир и спокойствие на земле, чтобы оно было принято Всевышним, мы созданы для того, чтобы творить добро, делать добро, относиться к людям именно с уважением и с любовью. Вот этого не забывайте. И дай Аллах, чтобы на следующий уроза Байрам тоже пришли живыми и здоровыми. И последнее. В общественной организации Абаза состоялось торжественное чествование спортсменов, завоевавших победу на различных первенствах России. Ребята стали лучшими в армрестлинге, боксе, самбо и греко-римской борьбе. Кто эти чемпионы, расскажет Альбина Куроченова-Кенжева. Общественная организация Абаза решила не оставлять без внимания богатый урожай наград спортсменов. Альберт Кенжев стал победителем первенства России по армрестлингу. Эдгард Самбов одержал победу по боксу среди юниоров. Анзор Гогов стал лучшим в самбо. А Ислам Шанов получил золото в греко-римской борьбе. За последнее время это такое очень значимое событие. Потому что буквально в течение небольшого промежутка времени, вот этой весной, меньше, менее двух месяцев прошло, как мы получили сразу четверых победителей первенства России в различных видах спорта. Эдгард Самбов весовой категории 75 килограмм стал триумфатором соревнований по боксу в городе Серпухов. Победа на всероссийском первенстве обеспечивает ему путевку на предстоящие первенства мира по боксу. Эта победа знаменательна еще и тем, что боксер впервые вышел на ринг после серьезной травмы руки и операций в Германии. Эдгард говорит, что поддержкой вера близких помогли скорее вернуться в строй. Весь соревновательный процесс очень такой эмоциональный был. Конкуренция очень большая была. И каждый просто хотел рвать имитаж, чтобы забрать золото. И вот так получилось, что я стал первым. И это залог, я думаю, качественных тренировок и работа моих тренировок, моей команды, за что я им благодарен. Альберт Кенджев стал единственным участником всероссийского первенства от республики, который завоевал золотую медаль, после чего спортсмен получил звание мастер спорта и путевки на дальнейшие престижные поединки. Это как бы юниорские соревнования сейчас. У меня цель уже, вот сейчас я поставил себе взрослый чемпионат мира выиграть. Как бы достичь самого большего в этом спорте. А дальше посмотрим, как бы уже возраст, семью надо. Ислам Шанов одержал победу в Уфе по греко-римской борьбе. Это дает ему право выступать на предстоящем первенстве мира. Также отличился самбист Анзор Гогов. Он провел 9 схваток с сильнейшими борцами страны, но не оставил никому шанса. Он одержал уверенную победу, что дает ему путевку в Голландию на первенство Европы. Присутствующие в зале общественной организации «Абаза» говорили, чтобы ребята шли только вперед и завоевывали еще больше наград. Те результаты, те успехи, которые мы показали, это очень значимые на самом деле результаты. Россия – это очень сильная и спортивная держава. И быть в ней лучшим – это показатель того, что спортсмены находятся на очень высоком уровне. Спортсменам вручили грамоты, сувениры и денежные призы. И напомнили, что республика ждет очередных блестящих побед юных чемпионов. Альбина Курочинова-Кенж, Ванжела Джебекова, Мухаммед Ошибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какой будет следующий, покажет время. А я желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин